Ты все видишь Живая капусты я не пройду Ни впереди, ни после твоей Надежды не укинусь Я хочу по твоей крыльям Где живет мой сын Я с тобою стану сыной Не отчаясь не стану я с тобой Счастливой стану ты Твой Бог и ты И я Находила я и стала Находила и теряла Я на себя В поливе своей жизни Ты все ждал и молчал Когда приду И глазами тебе Слова Какие я скажу Я хочу по твоей крыльям Где живет Любовь и сына Я с тобою стану сына Не отчаясь не устал Я с тобою Стала сильной Я с тобою стану Не отчаясь не устал Я с тобою стану 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 И он относится к нам К чему-чему С любовью В своей проповеди Христа Он говорит, что Отец Небесный Он повелевает И на добрыми и на злыми И дождь посылает на всех И на добрых и на злых Ну а своих последователей Он просит Учит их Поступать Тоже с ними по любви Матфея 1 глава 4 текст Он так говорит В словах Христа Богом и проповеди А я говорю Любите ворву ваших Благословляйте проклинающих вас Благотворите ненавидящим вас И молитесь за обижающих вас И гонящих вас Вот такой вот принцип Божьей любви Который он оставляет Своими последователями Да Но сегодня я хотел Посмотреть этот принцип любви Точнее как осуществился Этот принцип любви В жизни Давида По отношению к Саулу Мы помним Кто такие Давид и Саул Саул Первый царь израильский Давид это второй царь израильства Оба были помазаны Помазаны Вот слово помазание Что оно означает Буквально Помазание Это елейское Маше То есть Буквально Это тот Кто помазан маслом олеи Вот В эпоху Ветхого Завета Царей обозначали Царей обозначали Помазыванием Помазыванием Елеем Маслом олеи Да Да Такая была традиция Ее установил Именно Самуил Вот В переменном этапе Когда До этого Идийское государство Управлялось Судьями Но народ захотел Именно чтобы Управляли цари И тогда Самуил По просьбе народа Хотя это было не горе Позже Но он это сделал И был помазан Первым царем Саул Да Потом Со временем Это помазание После Разрушения Иудейского царства Стали уже применять Обозначать Этим словом Последнего Царя Последних времен И То есть Как бы вот Пророки об этом говорили О царе Последних времен Да На греческом языке Это слово Маша Он звучит Христос То есть Мы уже знаем Что Греческого Христос И сейчас Мы уже знаем Что Именно К Иисусу Христу Это и применимо Когда он говорил В Иисусе Христе То это он Помазан Но тогда Тогда Это только касалось Царей Первым царем был помазан Саул Давид был помазан позже После того как Саул Уже Волю Божию Не выполнил И был Отвергнут Богом Да Он был Отвергнут Богом Но Самуилу Было сказано Пророчеством Что он Уже будет Отвергнут Но Самуилу Свою власть И отдал Да Саул Помазал Тайми Давида И Знал Потом уже Узнал Что Давид будет Тоже помазан Но А царем оставался Он Саул И Отвергнут И 1-й Аксад 18-я глава 29-я текст Нам говорит о том Что Давид Саул Что Давид сделался врагу Саул Мы прочитаем текст. 1 Царство, 18 глава, 29 текст. «И стал еще больше бояться Давида, и сделался врагом ему на всю жизнь». Я хочу вас спросить, а вообще почему он стал сделаться врагом Давиду? Были ли основания где-то? Оснований не было. Давид никаких претензий на престол не предъявлял. Но у Саула в нему были какие-то свои основания. Об этом мы можем прочитать, писая его имя в 20-й главе книги «Царство». Там история, когда уже Давид бежал от Саула. Но еще он был с другой при Сауле. И Саула уже хотел его убить. Но и Анафан, сын Саула, друг Давида, он еще не знал об этом. То есть на верение Саула еще любят Актыли. Но Давид уже понимал, что отец Анафана его хочет убить. И когда было два месяца, праздник индейский, который они празднули каждый месяц, несколько дней, то сын Саула собирались и за столом царя. Царь собирал, и они попраздновали этот праздник. И вот когда они собрались, Сау увидел, что Давида нет. Это был один день, первый день. Ну, нету Давида. Второй день я прессовал, нету Давида. И тогда Саула спрашивает у меня, у Анафана, почему Саула нету Давида. Анафан говорит, он попросился у меня, попросился, чтобы принести все сражения, жертву принести. Из братьев, родственников полида. Когда это услышал Саула, он очень сильно раздневался. Тут так Словом Божьим говорит. Тогда сильно раздневался Саула Анафан и сказал ему, «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым, на срам сыгрей, на срам матери твоей? Ибо во всей книге доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли приведи его ко мне, ибо он обречен на землю». И отвечал Анафан Саулу, отцу своего, и сказал ему, «За что уменьшлять его? Что он сделал?» Когда Саул бросил копье к нему, чтобы поразить его. И Анафан понял, что отец его решился убить Давида. То есть мы видим ситуацию, где открываются мотивы Саула. Он его хотел убить, потому что в 31 стексте. И уже ты не понимаешь, пока сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. То есть Саул уже, несмотря на то, что пророчество было сказано, само у него оскоровано было не единее только, ну, может, что ты не устоит твое царство. Саул в своих мыслях, в своем желании хотел оставить этот престол, и хотел оставить после себя, чтобы его сыновья и дети его были царями, царствовали над Израилем. Да. И поэтому эту цель он преслеживал. И пока же Давид был жив, на это не мог он надеяться. Пусть даже Давид не хотел его убивать. Он не делал, не нервал этих мыслей. Но Саул уже как бы для себя решил. То есть, ну, сам ли он к этому пришел? Тогда, когда он отверг Бога, это уже было его, как бы, написано отверг Дух Святой. То есть, это уже была определенная власть над ним духов нечистых. Да. И вот он преследует Давида. Мы знаем эту историю. Мы самые две яркие рассмотрим. Да. Это 1 Царств 24 глава. Там говорится о том, что после какого-то периода преследования Давида, когда Саул преследовал Давида, Давид был в безопасных местах к Энгарину. Первый текст 26 главы. Когда Саул возвратился от Хилистинов, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгарина. И взял в Саул три тысячи отборных мужей. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серные. И пришел к забору овечьей ему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул до нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили до него люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я притам врага твои, руки твои, и сделаю с ним, что тебе угодно. Давид встал и Тифонка отрезал край от верхней одежды Саулу. Но после Сыла стало больно от сердца Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он мне в своем. Да не попустит мне Господь сделать это Господину мою. Помазай эту Господню, чтобы наложить руку мою на Нему. Ибо он помазали Господней. И удержал людей своими словами. И не дал им встать на Саулу. А что он встал и вышел из пещерной дороги. Вот ситуацию мы видим. Люди Давида уже смотаны постоянно переходами от того, чтобы скрываться от пресветывания Саула. И тут такая ситуация. Где так складывается Саул, и они остаются в одном месте в пещере, где можно просто расправиться с Саулом. И они хотят это сделать. Хотят его убить. Но и перед этим побуждают это сделать Давида. Кто стоит за этими действиями, стараясь испустить Давида, сделать это? Это сатана. Это его желание. Это испытание Давида в том, чтобы... Они говорят даже, это воля Божья. Вот сейчас Бог отдает его в твои руки. И люди утверждают, что это тот день, о котором говорил Господь. Что это пришло то время. Что в это время творилось в сердце Давида? Вот она, должная встреча, когда они будут повергнуть врага и дают по-другому оценивать эту ситуацию. Разве ему хотелось... Разве навсегда не покончить с этим делом? Со своим врагом? Перестать наконец в деле со своими соратниками, со своими воинами, со своего противника? Скрываться как отверженный? Это ли неудобный случай, чтобы покончить с этим наслаждаться? Ведь в целом мы справедим Давида. Но Давид не делал из этого. Ведь знал же Давид, ему было открыто, что именно он, Давид, будет царем Израиля дальше. Когда сам умел его помазать, то наверняка тот помнил об этом. И его соратники об этом. И его воины, они знают об этом. И они были убеждены, что именно этот тот день, когда это нужно совершиться. Что этот Господь дал такую возможность. Хорошо, если тебя это смущает, тогда они это сделают. Да, Давид произносит слова, которыми он удерживает, удерживает своих людей от нести. Какое осознание того, что только Господь отстает за то, что с тобой поступает несправедливо? Да? Написано, не сделаю этого. Не будет так, что я наложу на него руку свою, то есть не убью его. А не этому не учит Господь. Риминам 12 глава, 19-20 текст. Не встите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано внеотмещение. Я вас дам, говорит Господь. Итак, если уграх твой голоден, накорми его, если сжаждет, напой его, ибо делая сие, ты и соберешь ему голову горящие горе. И 1 Иоанна 3 глава 18 текста, там говорится, «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом истинным». Да. И удержал Давид людей из своих семи слова, и не дал им восстать на Саулу. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал Саулу, говоря, «Господин мой царь». Саулу взглянулся назад, и Давид пал лицом на земле, и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, «Вот, Давид, умышляю зло на тебя!» «Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя мне в руки в пещере, и мне говорили, что убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, «Не подниму руки моей на Господина моего, ибо он помазанный в Господе Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей руки моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь душей моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и дотомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым сон, за одну и плохую. Господь так будет судьей или рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от утик твоей. Тогда почел Давид говорить с Мавасией, Саулу. Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давид, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добро, а я воздавал тебе зло. Ты показал это сегодня, потому что ты со мною милостива. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь раздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израиль будет твердой в руке твоей. И так поклянись мне Господом, что ты не скоренишься после меня, и не уничтожишь имени моего отца. И поклялся Завид Саул. И пошел Саул в дом, и Давид же и людей ему зашили место укрепленное». Да, мы видим, насколько Саула трогнули слова Давида. Не только слова, но и его действия. Они этому ли учат нас писания? «Не будь побежден злом, но побеждай злом добром». Это победа не физическая. Это победа духовная. Я думаю, что он понимает. Потому что Слово Божие говорит нам в 6 глава, 12 текст. «Наша битва не против плоти и крови, но против насчастья, против властей, против мироправителей тьмы и века силы, против духов слабых поднебесных. Понимал ли это Давид?» Я думаю, что вряд ли он не понимал. Но его любовь к Богу, она помогла ему пройти этот путь. Именно эта любовь к Богу помогла ему пройти путь любви к своему врагу. Нам больше открыли. Божье Слово нам больше открывает. Поэтому Господь говорит о нем. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Едисеева, который исполнит все хотения мои». Но это касается и нас, если мы исполняем волю Божию. Ну, можно сказать, а что ж это за такая победа? Друзьями они стали, каждый пошел свою дорогу, а потом Сауд продолжил через некоторое время преследовать Давида. Может, Сауд был не искренен в своих высказываниях? Конечно. Дело в том, что Сауд практически не забыл о духовной жизни. И в его жизни Господь занимал такое место, что не всегда было. Помните о пословице, которое было в Израиле написано? «Неужели Сауд пророков?» Она была произнесена дважды. По какому поводу? Это было, первый раз было после его помазания. Когда он возвращался домой, он сказал, «Ты будешь идти и встретишь там определенное знамение, и встретишь множество пророков, сон пророков встретишь, и ты будешь пророчиться, и станешь имен человеком». И тогда вот что, что там у тебя на сердце, делает, это Господь. Как оно случилось? Когда это случилось, то все окружающие, когда они увидели его пророком, пророчества, было сказано, «Неужели Сауд пророков?» То есть это было для него неестественно. Это было то, что не было такого в его жизни. Но влияние Духа Святого, оно позволило ему измениться. Он изменился, оно изменило его сердце. И он пророчествовал вместе с ним. Второй случай – это когда он уже преследовал Давида. И Давид убежал к Самурию. И Сауд посылает своих слух туда, в Самуину. А там же не только Самуин. Там еще и духовные люди. То есть пророки. То есть атмосфера духовных людей, она влияла на Саудова постоянно. Вот как бы в этих двух случаях это очень неясно видно. То есть когда попадают в духовную атмосферу, все его мысли, оно меняется все. Он как будто под влияние Духа Святого, и влияние злых духов сразу уходит. То есть когда он посылает слух, слуги приходят туда, к Самуину, и они вместо того, чтобы Давида взять и привезти в Саул, они начинают пророчествовать истины. Сауд посылает еще слух, чтобы взять Давида. С ней происходит то же самое. Тогда он сам идет. Он находится у Ила. И когда попадают в эту пассиву, он тоже начинает пророчествовать. Написано, что он пророчествовал всю ночь, там оставался. Вот эта ситуация, которую мы сейчас прочитали во всех стихах, когда Давид своими действиями, своими словами, своими действиями произносит то, что происходит такое влияние Духа Святого, что Саул тоже покорен. Ведь те слова, которые он произносит, когда он говорит «И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Ирана будет твердо в руке твоей». Это же он произносит пророчества. Он пророчествует. То есть до этого он приходит его убить, желает его убить, но когда он попадает от влияния Духа Святого, у него это все уходит. Уходит вся эта ненависть, уходит ярость. Остается только пророчество. Он начинает пророчиться. Он говорит то о доверии, что Господь ему и предрек. Он же враг, получается, признает победу свою над ним противником. Он был искренним в своих высказываниях. Просто его отношение к духовной жизни было таким вот поверхностным, где он обращал внимание на обидение, что когда он возвращался в свое окружение, это все проходило. Потому что Дух Святой, он же не просто так вот… Он хочет в нашей жизни, он хочет в нас жить. Он хочет там вот внутри поселиться. А если этого нет, то он, получается, за кое-как гость. Попал в такую атмосферу, в такую обстановку, где духовные люди. И это влияло не так, что он становится одним человеком. А выходит, возвращается в обычную жизнь. И все приходит опять. А какой это ты мысль? Опять эта нервность, опять подозрение, не берите, что его хотят… Давид претендует на престол. И опять он хочет своей жизнью преследовать. Ищет его смерти. Поэтому, когда они расходятся, уходят, то он возвращается в свое место, Давид уходит в свою сторону, то в собрении у него возвращаются те же мысли, те же желания убить Давида. И мы читаем, что в 26-й Завет, что он опять ищет, как его погубить. Где его найти, опять увидеть. 26-я глава книги 1-й Царства. Пришли зефея к Саулу Дугиму и сказали. Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что он отправил Тесимону. И стал Саулу и смутился в Кустенезив. И с ним три тысячи отборных мужей Израиля, чтобы искать Давидов в Кустенезив. И расположился Саулу на холме Гахила, что направо Тесимону при дороге. Давид находился в пустыне. И видел, что Саулу шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатора, разведчика, и узнал, что Саул действительно пришел. И стал Давид, и пошел к месту, на которое Саулу расположился сам. И увидел Давид место, где стал Саулу, и Абнир, Синнир, военачальник ему. Саулу же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид, и сказал Химбеку, Хитиянину и Олесе, сыну Сауну, брату Иауну, говоря, кто пойдет со мной к Саулу и стал? И отвечал Алесу, я пойду с тобой. И пришел Давид с Саулу к людям Саулу ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его вводнуто в землю изголовья ему. А Абнир же, и народ лежат вокруг него. А Аеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего, и руки твои. Итак, позволь, я приглашу его копьем к земле, одним ударом, но не повторю. Но Давид сказал Алесе, не убивай его, ибо кто поднял руку на помазанного Господня, останется ненаказанный. И сказал Давиду, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и похитнет, меня же да не подпустит Господь поднять руку мою на помазанного Господня. А возьми его копье, которое он изголовлен, и сосуд с водой, и пойдем к себе. И взял за ним копье, и сосуд с водой изголовьего Саулу, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали. Ибо Сона Господа напала на них. Как такое может быть? Разговор двух людей встали. Враги. И никто не проснулся. Вот написано, Сона Господа напала на них. Опять ситуация, где Давид испытывается. Одно дело, когда какие-то препятствия, да? И ты в Саулу можешь определение. Вот ситуация для его соратника очевидная. Господь придает его в твои руки. Вот как его. Ну что еще нужно? В очевидное. А Давид говорит, нет. На помазнике Господней руку не поднимет. Запринец, которая описана. Это вот Господь так сказал. Как закон. Вот Господь сказал, значит, вот. А я же люблю Бога. Значит, вот. То есть, это все вот в мыслях Давида остается. То есть, не этому ли пониманию учит нас Слово Божие. Не встите за себя возлюбленные, но дайте место в Неву Божию. Ибо написано, мне отмечение, я вас дал, говорит Господь. Конечно, Господь, видя, как Давид в своей жизни реализует в принципе любви, мог сказать, нашел я мужа по сердцу своему. Какие чувства испытывал при этом Давид? Неужели ему было приятно от всего того, что происходило в его жизни? От того, что ему приходится скрываться, быть в страхе. От того, что он найдет и убит. Но он не дает этим чувствам возобладать над собой. Своей ли силой поступает он? Или это Господь, помощник я имею? И этому учит нас Слово Божие. Галатам, 65 глава, 19-16 стих. А я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вождение и плоть. Но это верно для человека, для тех, кто принял Духа Святого, кто пребывает в нем и кто дает ему место в своей жизни. Чувство диктует свою волю, но Давид, правильное восповедание, не дает чувствам изменить образ мышления, охватить его разным. Потому что если изменится образ мышления и пойдет не по Слово Божьему, то само собой человек согрешит. Это как принцип, как закон. Только ты от Слово Божьей стороны уходишь, отвлекаешься на что-то, тут уже жди, что ты можешь согрешить. Давид в своей жизни, в отношении к Псалу, он не допускает. Насколько его задевала эта ситуация, чтобы всю жизнь бегать к нему. Он только Богу это все отдавал. Своих псармах, своих песнях. Что он там-то открывался, там он же сбивал перед ним все. Да, но и вот, говорил, руку на него не подниму. Да, не подниму. И перешел Давид на другую сторону. И стал его ширине горы в Дали. Большое расстояние было между ними. И вызвал Давид к народу и Алиниру, сыну Алиниру. Говоря, отвечай Алиниру. И отвечал Алиниру и сказал, кто ты? Что кричишь и беспокоишь царя? И сказал Алиниру, не муж ли ты? И кто ранил тебя в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоему. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина, вашего помазанника Господня. Посмотри, где копьет царя? И сосуд с водой, чтобы были узголовья ему. И узнал слово Бога. И сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И сказал еще. За что, господин мой, преследует рабаство? Что я сделал? Какое зло у тебя время? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добыть это от тебя благовольную жертвой. Что значит это будет от тебя благовольную жертвой? Это значит, что Давид готов принять вот это преследование Давида, преследование Саула Давида, что Саул преследовал Давиду, как волю Божью. То есть да будет это как от тебя благовольную жертвой. Пусть это воля в волю. То есть я буду знать. А если сыны человеческие, то проклят они перед Богом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к населению Господа. Говоря, вступай, служи Богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю перед лицом Господа. Ибо царь Израиля вышел искать одну блоху, как гоняется за куропатку и по горам. И сказал Саул, согреши я. Возврати, сын мой Давид. Ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога на него в глазах твоих. Безумно поступал я. И очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал. Вот как лет царя. Пусть один из отдыхов придет и возьмет тебя. И да воздаст Господь каждому по правде и по истине Него. Так как Господь предавал тебя в руки мои, то я не захотел поднять руки мои на намазанное Господне. И пусть, как драгоценно была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в начале Господа. И да избавит меня Господь от всякой беды. И сказал Саул Давид. Благословен ты, сын мой Давид. И делать сделаешь, и превозможешь, превозможешь. И пошел Давид своим путем. А Саул возвратился в свое место. Признание врага победы над ним своего противника. Именно этому учит нас Писание. Не будь побежден зло, но побеждая зло доброго. Пусть Господь нас благословит на то, чтобы в нашей жизни мы поступали подобным образом. Именно этому Он нас учит. Приглашаю вас вновь. Траведные насердные Божия, мы благодарны Тебе за то слово, которое нам даешь. За Дух Святой, который нас учит, который нас ведет в спасение Господа. Прошу на Тебя, Господи. Благословен, что мы поступали так, как Ты учишь. Учишь Твоих последователей. Так, как Ты поступал. Даруй нам эту любовь, чтобы в нашей жизни мы поступали достойно звания, которому призваны. И сохранены за всякого злого дела. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует.